Вспомни, где все начиналось. Так называется новый абонемент для школьников, который представили в Херсонесе. Более 108 классов в 9 месяцев будут посещать экскурсии и лекции, а также выполнять творческие задания. Лучшие ученики в конце курса получат приз от правительства Севастополя. В Херсонесе представили новый абонемент для школьников. Его название «Вспомни, где все начиналось». С этими словами ребятам из 60 школ предложили погрузиться в историю древнего города совершенно новым способом, не сидя за партами в классе, а прикасаясь к ней через экскурсии, лекции и творческие задания. Их ждет всего 9 занятий каждый месяц, где они будут получать баллы как самостоятельно, так и командами. В конце курса команда-победитель получит особый приз, о котором пока умалчивают. Это замечательный проект, который позволяет полностью изменить представление детей относительно уроков истории. Материал для них на этом проекте просто оживает. Дети в интерактивной, игровой, какой-то для себя познавательной поисковой форме получают новые знания по истории. Главная цель образовательного курса – привить подрастающему поколению любовь к отечественной истории. Программа абонемента состоит из трех тематических разделов. Ребятам расскажут историю христианства в Херсонесе Таврическом, курсовскую легенду, которая гласит о крещении князя Владимира, а также историю взаимодействия русской армии и церкви. Каждый раздел представляет собой цикл из трех групповых занятий – теоретического, практического и творческого. На каждом из них школьники смогут послушать лекции, посетить экскурсии, а также самостоятельно сделать творческие задания. Это история Херсонеса в византийский период его истории, это история христианства. Естественно, мы не обходим стороной одной из ключевых событий нашей истории, произошедшей здесь – это крещение Владимира с его дружиной. И благодаря дальнейшим занятиям, когда уже мы будем переходить к практическим занятиям, то дети увидят памятники, которые даже обычные посетители не видят в ходе стандартной обзорной экскурсии. Такой историко-образовательный абонемент первый в своем роде и считается экспериментом. Именно поэтому в этом году программа предназначена не для всех. Историю Херсонеса, как посчитали организаторы проекта, лучше всего рассказывать восьмиклассникам в рамках и школьной программы. Желающие классы должны были пройти через творческий конкурс и нарисовать эмблемы своей команды. Из 150 заявок одобрили 110, а это около 3000 ребят из всех школ Севастополя. С учетом того, что мы можем выбрать, были ограничены по количеству классов, потому что время уже, во-первых, учебный год начался, мы в сентябре как раз проводили этот конкурс, чтобы с октября уже классы смогли посещать. Во-вторых, мы просто выбрали с точки зрения образовательной программы ключевые темы, которые сосредоточены в рамках этой программы именно в восьмых классах. Первые занятия начались для школьников еще 4 октября. Каждый день несколько классов бывают на экскурсиях, которые длятся, как обычный урок в школе. За 45 минут они раскрывают для себя новый кусочек истории Херсонеса. Дети признаются, что очень хотели попасть в музей, и такой формат экскурсии, который завершается творческими заданиями, делает изучение истории намного интереснее. Я хочу этим увлекаться, далее, то есть изучать историю. У меня хорошие оценки в школе по истории, мне это довольно тоже интересно. И я сюда не просто потому что пригласили, а потому что меня это правда очень привлекает, и мне это интересно. В следующем году такие же абонементы будут возможны для седьмых и девятых классов. Однако знакомство с отечественной историей может быть не только на территории Херсонеса. Правительство Севастополя планирует сотрудничать вместе с другими музеями города, чтобы расширить музейную педагогику и сделать ее доступной для севастопольских школьников.